ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В нашу страну может хлынуть поток автомобильных запчастей из Ирана. Российские власти считают автомобильную промышленность Исламской Республики довольно сильной. Там выпускаются до одного миллиона собственных машин в год. Причем иранцы могут изготавливать детали для авто из сырья, которые предоставит Россия. Азиатское государство нуждается в стали, цинке, алюминии, свинце и других материалах. Кроме того, Иран и Россия уже договорились о поставках комплектующих для наших электростанций. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз готов выпускать автомобили для чиновников. Так на предприятии отреагировали на заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что в рамках поддержки отечественного автопрома госслужащих надо пересаживать на наши марки. В Тольятти даже вспомнили опыт пятилетней давности. Тогда для правительства Самарской области сделали спецверсию «Лады Веста», отличающуюся удлиненной колесной базой, кожаным салоном, повышенной шумоизоляцией и наличием других опций. ТРАССА СТО ОДИН Запуск производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено» в российской столице планируется до конца нынешнего года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Что будут представлять собой машины, чиновник не уточнил. Ранее появлялась информация, что эмблему «Москвича» могут получить авто из Поднебесной. Якобы на роль поставщиков претендуют китайские компании «Джак», «ФАФ» и «Би-Вайзи». Кроме того, в ближайшие месяцы в Липецке может стартовать выпуск отечественных электрокаров «Эволют». Модельный ряд будет состоять из седана, кроссовера, мини-вена и внедорожника. ТРАССА СТО ОДИН Московская область станет третьим после Москвы и Петербурга регионом, где автомобили разрешено эвакуировать без участия сотрудников ГИБДД. Заниматься этим будут местные администрации. В зону их ответственности войдут участки дорог, где в том числе установлены таблички «Работает эвакуатор». Чиновники объясняют новое введение тем, что зачастую мешают проезду скорой помощи, МЧС и других спецавтомобилей тысячи припаркованных авто. ГО. Госавтоинспекция же может обслужить лишь десятки. ТРАССА СТО ОДИН В Мордовии сотрудник ДПС отказался от взятки в 200 тысяч рублей. Столько дорожному полицейскому предлагал 45-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Страж порядка предупредил нарушителя о грозящей ему ответственности, но тот настаивал на своем. Тогда гаишник вызвал коллег из других подразделений. Теперь взятка дателя, кроме штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок до двух лет, привлекут к уголовной ответственности. Ему светит до 12 лет тюрьмы. ТРАССА СТО ОДИН И в завершении новость от нашего партнера. С 30 мая по 30 июня на АЗС Движение при покупке от 20 литров бензина Ультра-92 через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН